Накануне на церемонии закладки фундамента мемориала жертвам ходжалинского геноцида в городе Ходжалы президент Ильхам Алиев выступил перед представителями общественности и сделал ряд важных заявлений как то, что количество населенных пунктов, в которые до конца года вернутся бывшие вынужденные переселенцы возрастет с нынешних 5 до 20 и что возвращение жителей Агдама в родной город начнется уже в следующем году а также что для Армении единственный существующий путь принять все условия Азербайджана Заявление главы государства обсудим с депутатом парламента Азербайджана Федеран Гусейновой Федеран Ханум, здравствуйте Здравствуйте Федеран Ханум, вот эти заявления, сделанные президентом, конечно же они исторические Мне кажется, вообще любое заявление, сделанное на ранее оккупированных территориях о чем бы там ни шла речь, оно обязательно является историческим но в данном случае действительно есть некоторые очень важные параметры, о которых заявил глава государства и в частности там был такой своего рода месседж Армении, довольно понятный, недвузначный о том, что хватит, перестаньте искать себе новых хозяев, лучше договаривайтесь с Азербайджаном Правильно ли я понимаю, как вы понимаете вот это вот заявление президента? Я думаю, что надо особо отметить, что вот этот день, это 32 года прошло после Ходжиолинской трагедии и впервые вот господин президент на это особо, так сказать, указал и это было очень символично что этот день мы как бы вспоминаем погибших в этой страшной трагедии именно на освобожденной территории Ходжиолы с Ходжиолинцами, которые вот там встречались с господин президентом и там было послано господин президентом, конечно, вот очень важных несколько месседжей в том числе тот, о котором вы говорите, это месседж о том, что надо прекращать реваншистские свои амбиции, планы и Армения, которая на сегодняшний день, она представляет собой такой, знаете, вот как уж на сковородке которая все время пытается изворачиваться, искать какие-то варианты разных покровителей тех, кто как-то что-то могут для них сделать, не понимая одной простой истины что в этом регионе уже сложились определенные реалии эти реалии исходят в первую очередь, конечно, из того, что Азербайджан вернул свои территории освободил свои территории, что война, значит, закончилась победой Азербайджана что Азербайджан на сегодняшний день, это страна, лидер этого региона и она предлагает мир, несмотря на то, что вот там во время этого визита и в речи президента было отмечено сколько страшных вот страниц, кровавых страниц со стороны Армении так сказать, учиненных этих варварских, будем так говорить, злодеяний тем не менее, тем не менее, мы говорим о мире, мы предлагаем мир это не означает, что мы забываем эти страшные события это ни в коей мере никогда не сможем мы забыть потому что те ужасы, которые пережил наш народ в этот период это, конечно, за это обязательно должны ответить те, кто учинил эти все злодеяния поэтому здесь вопрос о том, что Азербайджан предлагает мир и мир, он выгоден и в первую очередь самой Армении потому что сколько бы они там ни пытались, ни тужились бы что вот нам дают оружие, что нам оказывают какую-то военную помощь все равно это никогда не приведет к тому, что Армения сможет соперничать с Азербайджаном хотя бы даже я беру просто в военном отношении я уже не говорю в экономическом поэтому для Армении, вот если трезвые умы в этой стране еще остались какие-то им надо не покровителей искать пускай они будут эти покровители, это неизбежно понятно, что Армения всегда на протяжении всей своей истории пытается под чьи-то зонтики спрятаться но надо, по крайней мере, понимать, что в этом регионе есть страны с которыми нужно налаживать отношения и в первую очередь это Азербайджан это дает возможность и открытия коммуникации и с Азербайджаном, и с Турцией это дает возможность Армении вовлекаться во все те проекты которые сегодня работают активно это стратегические проекты это, значит, дорожные, значит, проекты это возможности участвовать в экономических определенных проектах то есть все эти направления они, безусловно, дадут уже какой-то позитивный такой результат для самой Армении но зачем нужно говорить о том, что Армения там, допустим пытается играть, значит, какую-то возможную как они себе представляют роль страны, которая там ждет реванша что они могут в чем-то как-то соперничать с Азербайджаном вы знаете, я все время вспоминаю, что на протяжении очень долгого времени ведь еще после первой Карабахской войны все время нас, так сказать, пытались так убаюкивать вот этими сказками о том, что, ну, надо воспринимать реалии надо понимать, война проиграна и Азербайджан должен как бы воспринимать эти реалии но теперь я не могу понять мы вернули свои территории, законно вернули мы выполнили резолюции ООН сами выполнили, независимо ни от кого ни без чьей-то помощи и когда реальность сегодня вот налицо почему-то никто не говорит Армении что воспринимает это как реалии того, что мир наступил и Азербайджан вернул свои территории надо договариваться с Азербайджаном наоборот, все время такое впечатление что мы на чью-то такую большую-большую мозоль наступили и нам никак не могут этого простить но, опять-таки, я хочу сказать, что, конечно Ходжалинская трагедия, этот геноцид, который произошел в Ходжалы он, к сожалению, до сих пор не признан во всем мире есть ряд стран, парламентов, которые благодаря активной деятельности фонда Гейдара Лива и очень многих организаций, которые очень много в этом направлении делают нашего парламента, который все время озвучивает эти вот, значит, как бы обращения к различным парламентам очень небольшое количество стран, которые признали этот геноцид что, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы все равно находимся на уровне двойных стандартов и, к сожалению, мир закрывает глаза и международные организации, очень многие закрывают глаза на все эти зверства не хотят этого воспринимать и, ну, это уже их, как бы, проблема Азербайджан как решал, так и будет решать свои проблемы у нас очень сильный руководитель страны у нас невероятное вот такое слияние силы руководства страны и народа то, что привело именно к победе Азербайджана то, что и очень, так сказать, серьезно вызывает очень проблемная такая вот озабоченность со стороны ряда стран никак они этого не могут понять как это так, вот такая всенародная любовь, поддержка да потому, что этот народ на протяжении наш народ всех этих лет оккупации всех этих лет вот такого конфликтного состояния видели всякое видели горе политиков, которые приходили что-то обещали ничего не смогли сделать, еще больше территории потеряли и общенациональный лидер Гейдар Алиев который дал слово, что эти территории вернутся и его сын, который осуществил мечту отца мечту всех азербайджанцев поэтому, знаете, это такая реальность с которой рано или поздно придется считаться ну, если Армения как сказал наш так сказать, друг большой Азербайджана президент Турции Эрдоган сказал, что ну, выбор сейчас за последний, вот будем говорить так шанс у Армении сделать правильный выбор если они этого не делают то они потеряют возможность вообще участвовать в каких-либо реальных проектах в этом регионе а это, как всегда приведет к тому, что эта тупиковая страна так и останется в своем тупике сколько бы там им не перекидывали оружие сколько бы там им не обещали какие-то золотые горы включить разум вот к чему надо призывать свой народ понять, что реально надо договариваться с Азербайджаном открывать границы принимать те условия мира, которые предлагает Азербайджан это в первую очередь послужит экономическому и политическому продвижению самой Армении Джерангам вы абсолютно правы когда говорите о том, что действительно дело идет к миру даже несмотря на вмешательство третьих стран и будем надеяться что мирный договор если он будет подписан станет гарантией того, что трагедии подобные ходжалы больше не повторятся благодарим вас за ваши комментарии за ваше экспертное мнение а зрителям я напомню, что на прямой связи со студией была депутат парламента Азербайджана и Джеранг Бусейнова и Джеранг Бусейнова поле депутат